К завершающему этапу подошли строители Ледового дворца в Карачаевске. Объект заложили в 2021 году. Его открытие планировалось в декабре 2023. Но и сегодня жители Карачаевска в ожидании долгожданного события. В студию ВИССЕЙ поступают звонки от горожан, которые интересуются судьбой Ледового дворца. Наша съемочная группа решила выяснить это прямо на строительной площадке. Одинокаракетова. Далее. Самый настоящий Ледовый дворец в Карачаевске. Мечта многих мальчишек и девчонок, грезящих о красивейших танцах на льду и фантастических хоккейных голах. На самом деле любителей коньков и хоккея в Карачаевске много и среди взрослого населения. И многие из них выросли, наблюдая за своей мечтой, лишь на экранах телевизоров, долго еще обсуждая рекорд родненой и самодельными клюшками отрабатывая трюки легендарного Харламова на скованной льдом речке. Студентка КЧГУ Амина Артабаева очень ждет открытия Ледового дворца. На самом деле очень хотелось бы, чтобы поскорее открылся Ледовый дворец, потому что нам обещали, что в 2024 году, летом, мы уже сможем посетить его, покататься. Но, к сожалению, такого удовольствия нам не доставили. Но мы с друзьями уже давно приобрели коньки и очень надеемся, что скоро мы их сможем использовать. Строительство объекта началось в 2021 году, и на сегодняшний день здание уже готово. Оно одноэтажное с двухэтажной частью блока технических помещений. Выполнили его и сэндвич, панели и витражей. Напомним, что этот объект планировался как крытый каток с искусственным льдом. Здесь же предусмотрены залы для занятий другими видами спорта, в частности силовых тренировок, административные помещения. Общая площадь объекта – 4000 квадратных метров, рассказывает директор Генеральной подрядной организации ООО «Гидрострой» Шамиль Курджиев. Мы стоим в зале. Зал катка представляет собой 60 на 30 метров. Это профессиональные размеры для хоккейного поля. Справа от нас здесь будут трибуны на 180 мест. На данном этапе мы сейчас занимаемся монтажом алюминиевых оконных витражей с противопожарными требованиями. Остальные у нас смонтированы. Эти требовали длительного производства. К ним особые требования, поэтому их производство затянулось. Объект планировалось ввести к началу лета. Задержку генеральный подрядчик объясняет резким подорожанием оборудования и строительных материалов. Средства, выделенные на строительство Ледового дворца, завершились. А подорожание материалов поставило строителей в некотором смысле в тупик. Особенно на оборудование импортного производства, которого здесь достаточно много. И оборудование российское, но со множеством комплектующих импортных. Поэтому есть некоторые сложности. В связи с чем заказчик совместно с проектировщиком сделал корректировку проекта. В данное время корректировка проекта проходит государственную экспертизу. Я думаю, в ближайшее время закончится экспертиза. Ну и после решения некоторых организационных вопросов будем дальше продолжать работать. Этого объекта жители и гости Карачаевска ждут с нетерпением. И возможно, в скором времени Ледовый дворец в Карачаевске выпустит свою легенду номер 17. Мадинака Ракетова, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаевск. Черкесик. Карачаевск. Вода Мухаммед Ошибка. И вход в справедливость.